Александр, добрый день. Мы с вами сейчас поговорим о, скажем так, глобальном вопросе, связанном с риелторскими услугами, но чтобы как-то не уходить в такие общие слова, я бы хотел начать с конкретики. В отношении любой услуги или даже, может быть, какого-то производства часто такие вот три параметра. Быстро, качественно и недорого. Как правило, как бы вот третий в этих двух не работает. И мне бы хотелось начать именно с быстро. Для каждого человека, который продает квартиру, интересны две вещи. Чтобы было продано за максимальную сумму, естественно, как можно дороже, но это, наверное, чуть попозже. Как сделать так, чтобы было продано в тот срок, который я себе запланировал? Особенно, если учитывать, что я, например, себе наметил уже какую-то другую квартиру, и мне важно ее выкупить в определенный срок. Какая сейчас практика? Борис, добрый день. Значит, в первую очередь, чтобы продать квартиру в оптимальной сроке, необходимо две вещи. Она должна быть выставлена по рыночной цене. Это первое правило. И второе, должна быть хорошая сделана реклама. Даже, скорее всего, мы называем это маркетинговое продвижение. В этом случае объект недвижимости, если мы говорим об однокомнатной квартире, уйдет за месяц-тире три. Двухкомнатная примерно так же может чуть дольше. Трехкомнатные квартиры, они дольше продаются в среднем три-тире шесть месяцев. В свое время я брал интервью у одного специалиста по загородной недвижимости, и он сказал, что вот собственники, там часто, гораздо больше, чем квартира, собственники выставляют дома по завышенной цене, заведомо завышенной, потому что они там как-то вот себе ее посчитали. В итоге дом стоит там месяцами, годами, и люди, которые интересуются этим районом, они уже как это видят, что дом давно уже в экспозиции, так сказать, и, наверное, с ним что-то не так. Вот с квартирами такая же история, если цена завышенная? Да, если квартира долго стоит в рекламе, то, соответственно, у покупателей возникают некие подозрения. Почему она так долго в рекламе? Может, что-то с документами не так. Может, она никому не интересна, и какие-то есть технические проблемы с соседями, с коммуникациями и так далее. Естественно, долгая экспозиция в рекламе, она всегда вызывает у покупателей вопросы. И поэтому нужно ориентироваться на оптимальные сроки продажи, месяц-три, чтобы эти, скажем так, сомнения у покупателей не возникали. Часто сами собственники говорят, я вот там выставлю условно по цене аналогичные в районе, посмотрел по какой-то базе, и если не будет звонков, то буду опускаться. Вот это правильная тактика? Лучше, конечно, выставлять сразу по рыночной цене. Почему? Потому что покупатель будет видеть это снижение, снижение лесенки, как его называют, и в какой-то момент он будет ожидать дальнейшего снижения. То есть для него конечная цена не будет конечной, как, например, для продавца. Что касаемо выставить чуть подороже, вы знаете, в своей практике я иногда это применяю, особенно если объекты ликвидные интересны, потому что есть такой фактор, бывает эффект соседа. То есть можно на неделю, на две попробовать поставить подороже, посмотреть, появился ли кто-то из желающих, например, какой-то сосед, который готов ее купить. Если нет, то, соответственно, можно скорректировать цену, но сделав это не так, чтобы поменять в рекламе, а именно удалить старое объявление и выставить новое, свежее объявление, чтобы покупатель не видел изменения цены в рекламе. Как влияет вот эта игра с ценой на сроки реализации? Если квартира в рынке, то, в принципе, торг как таковой не нужен, снижение в рекламе не нужно. Если она завышена по цене, то, конечно, ее нужно снижать. И в какой-то момент продавец и агент может нащупать рыночную цену. В качестве примера, сейчас продаю квартиру, она у нас стояла 7500, не было просмотров, даже звонков. За 7300 появились прозвоны, но не показы. За 7100 уже начали смотреть. То есть мы таким образом нащупали цену рыночную благодаря вот этому снижению. Хотя изначально, да, я, собственно, говорил, что ориентировочная цена у нас где-то будет 6900-7100 в этом диапазоне. А сколько времени ушло вот на нащупывание? Мы начали 7500 два месяца назад, 7300 месяцев назад. Сейчас у нас состоит 7500. То есть это просто позиция собственника такая была, а так бы вы, наверное, это быстрее сделали? Да, я бы изначально ее сразу бы поставил 7100. И, наверное, бы уже продали? Скорее всего, да. Вы вот часто употребляете термин «рыночная цена». Как ее вы определяете? Рыночная цена определяется на основании анализа аналогов, которые есть на сегодняшний день в рекламе. То есть берутся похожие квартиры, они прозваниваются обязательно, потому что очень много объявлений есть в рекламе, которые нельзя считать за аналоги. Плохие документы, нереальная ситуация продавца или, наоборот, продавец хочет завышенную цену. Поэтому нужно понимать, какие квартиры наиболее интересны покупателю с точки зрения покупателя. То есть часто очень продавец смотрит с точки зрения продавца на рынок недвижимости, он оценивает свою квартиру по ценам максимальным в рекламе. В свою очередь нужно смотреть глазами покупателя и оценивать ее, как вот если бы вы себе покупали, естественно, вы начинаете с самых доступных вариантов по ценам, дальше уже идете вверх постепенно, если вы понимаете, что эти варианты вам не подходят. Все, что вы рассказываете, на первый взгляд, звучит достаточно так легко. Зачем тогда мне нужен агент, если так все легко, то, что вы рассказываете? У меня, в общем-то, как это, условно говоря, школьная математика в голове есть, сравнить цены по аналогам, как вы говорите, я могу здравый смысл, но вроде еще не потерял. Зачем тогда? На этапе оценки знания агента нужны, в первую очередь, для того, чтобы понять, насколько аналоги реальны. Понять-то можно использовать свой опыт, прозвонив эти объекты и поговорив с продавцом, узнав, что у него по документам, по ситуации. Более того, агент, который специализируется по этому району, он знает, какие дома пользуются спросом, какие нет. И именно на этапе оценки агент может более точно помочь определить собственнику рыночную цену. В свое время я помню, когда еще только пришел на рынок недвижимости, один из тренеров рынка рассказывал такую технологию. У нас появляется объект какой-то в районе, вот как раз про вот эту районную специализацию. Мы берем, создаем так называемые фейковые объявления. Я сейчас не говорю, что это хорошая технология. Я-то как раз, для меня просто она была удивительная и интересная, как вот с точки зрения маркетинга. Мы создаем вокруг некие фейковые объявления, чуть дороже. Цена поднимается в районе, в течение месяца, например, а пока мы не выдаем свою квартиру. Естественно, мы эти объявления чуть дороже, потом мы эти объявления убираем, вставляем на нашу квартиру по той цене, по которой хотел собственный, и она тут же уходит, потому что мы как бы разогрели. Вообще, вот эти технологии все, в которых часто обвиняют, вот эти, ну не совсем честные технологии, в которых часто обвиняют риелторов, они рабочие или это больше мифы? Ну, смотря какая технология. В данном случае, про которую вы сказали, мне кажется, она не так эффективна, потому что выставляя фейки по цене выше рынка, эти люди, они не убирают те реальные объекты, которые выставляются другими продавцами. И в любом случае, покупатель начнет смотреть более дешевые варианты других продавцов, нежели вот эти фейки. Что касается других технологий, какие-то они рабочие, кто-то их применяет, кто-то нет в силу, там, этики, да, какой-то, вот. Для кого-то главное, чтобы он работал и готов все, что угодно применять. В частности, там, выставлять квартиры без разрешения собственника, да, то есть собственника продает, агентство прозванивает и выставляет эти квартиры от себя в рекламу. А чтобы это разрешение от собственника получить, нужен обязательно эксклюзивный договор или, может быть, любой какой-то другой договор? Может быть, любой договор, главное, чтобы были договоренности, чтобы не была ситуация так, когда потом собственник пишет отзывы на компанию, он говорит, что как так, сказали, будут просто приводить, покупатели объявление появилось везде. Я не давал разрешения размещать ни на одной площадке, ни на другой, оно теперь везде есть. Главное, чтобы этих проблем не было. Если собственник хочет продавать со всеми и готов давать на это разрешение, пожалуйста, это законом не запрещено, должна быть договоренность между агентом и собственником. А в чем преимущество эксклюзивного договора перед, ну, вот, как вы сказали, пусть продают все? Преимущество заключается в том, что у так называемого проекта, вот эта продажа, есть ответственный человек. То есть, когда продают все, и спроса с никого нет. То есть, у семьи, как говорят нянек, дитя без глаза. Вот поэтому здесь нужен человек, который будет, во-первых, держать весь спрос в своих руках. То есть, человек знает, сколько у него смотрящих, какие были предложения по цене, кто за сколько готов брать. В этом случае он может получить максимальную цену. Если продают все, то, соответственно, каждый агент будет говорить продавцу, давай, давай, продавай, несмотря на то, какую цену предлагает покупатель. Потому что ему главное продать, чтобы опередить своего коллегу, который также будет предлагать другую цену. То есть, с одной стороны, собственник думает, что чем больше агентов, тем лучше, они будут между собой конкурировать. Но они будут, по сути, конкурировать за наименьшую цену продажи. Потому что кто меньше предложит покупателю, тот и выиграет эту гонку. А можно такую аналогию привести? Например, когда эксклюзивный договор, это вы хорошо сказали, я нанял некого такого project manager, а когда не эксклюзивный, я условно как автомобиль поставил на некую площадку, и вот она там стоит среди всех остальных, и по большому счету никто ей не занимается. Именно об этом идет речь? Примерно. Все-таки в квартирах немножко по-другому, потому что машина стоит на площадке, а здесь есть какие-то агенты, у которых собственники, у которых, у которых собственника есть контакт с ними. То есть, да, он может звонить, узнавать, ну как там у нас есть ли показы или нет, звонки и так далее, но объективно целая картина собственник не увидит. При эксклюзиве, как правило, мы созваниваемся с клиентами раз в неделю и говорим, что было столько-то звонков, столько-то показов, как вы помните, либо если ключи на руках, мы говорим, сколько человек смотрело, и наши рекомендации. Оставить цену, скорректировать ее, либо сделать что-то еще. Как добиться того, чтобы вот вашим словам собственник верил? В первую очередь, это простые факты. Например, аналоги на рынке. Мы всегда предлагаем собственнику зайти на рекламную площадку, посмотреть, какие аналоги есть, и, соответственно, сделать собственные выводы. Бывали случаи, когда я брал с собой собственника, и мы ходили смотрели аналоги вживую, и после этого собственник понимал, да, действительно, есть квартиры лучше моей, и, соответственно, мне нужно корректировать цену. Опять же, здесь все зависит от мотивации собственника. Здесь, наверное, важно не только еще мотивация как таковая, а мотивация, имея в виду, есть ли у меня уже конкретная цель, и достаточно ли мне вот тех денег, которых я получу для того, чтобы ту цель приобрести. Некоторые агентства, которые в последнее время активно выходят на рынок, вы их тоже знаете, работают без эксклюзивного договора, и часто я вижу, что в последнее время, последний год особенно, у них эксклюзивный договор появился, и он у них проходит как вип-услуга. Можно назвать вот этот эксклюзивный договор вип-услугой? Я бы не назвал это вип-услугой, это просто разные форматы договоренности. То есть статус эксклюзивного договора, он не повышается за счет того, что появилось много неэксклюзивов. Это просто вопрос договоренности собственника и его формата работы. Если он готов со всеми работать, то пожалуйста, если не готов, то он заключает эксклюзивный договор, но навешивать ярлык вип-услуги, не знаю, может это агентство делать лишь для того, чтобы повысить стоимость своей комиссии. Конечно, там она 6% обычно. А, ну тогда да, тогда понятно. А если возвращаться опять же к набору услуг, или как это правильно сказать, к набору опций, которые предлагает агент, риэлтор в рамках своих отношений с собственником, то есть ли какие-то особые приемы, особые фишки, которые использует агент, которые, можно сказать, на первый взгляд собственнику не очевидны? А если сравнивать работу агента и самого собственника, собственник, он как, выставил свою квартиру, 2-3 площадки выбрал, максимум это, как правило, одна. Профессиональный агент, он же использует продвижение объекта, маркетинговый план. Так как мы специализируемся по району Перова-Новогиреева, и мы понимаем, что 90% покупателей – это местные люди, соответственно, мы стараемся до большей массы донести, что объект продается в этой локации. Через такие инструменты, как расклейка, рассылка по почтовым ящикам, раздача листовок у метро, вывешивание баннера на балконе, социальные сети, группы в социальных сетях и так далее. Это помогает привлечь большее количество покупателей, соответственно, быстрее и дороже квартиру продать. Группы в социальных сетях, имеется в виду по району, есть какие-то группы? Да, Facebook, Яндекс.Район сейчас предлагают, скажем так, участие в таких группах, местных локальных, там можно продвигать свои услуги, рассказывать о квартирах и так далее. А есть чаты жителей каких-то? Вот у вас есть к ним доступ, чтобы, как вы сказали, соседу сказать, что соседняя квартира продается? Я знаю, что Яндекс стал делать чаты жителей, но это они делают только для тех, кто проживает в этом доме. Проще достучаться до соседей через почтовую рассылку. То есть, не просто какой-то бок лет бросить, а запечатать его в конверт, подписать адрес, чтобы человек его как минимум вскрыл и посмотрел. Это не так накладно, потому что есть смысл это делать в радиусе 100 метров, это 5, 7, 10 домов, проблем не заставляет это сделать. Вы сказали расклейка. Я часто вижу, во-первых, поскольку общаюсь много с профессионалами рынка, часто вижу, ну, часто говорят, что да, это до сих пор работает, но при этом я часто вижу комментарии под видео, что да вы что, обалдели, какая расклейка, это 19 век, и так далее, и так далее. Она действительно работает, все работает. Вопрос эффективности. Эффективность считается по вложенному времени и по вложенным средствам. Если, конечно, я сейчас побегу сам это делать, естественно, это будет неэффективно, но если я найму людей, которые мне поклеят конкретно на район, в конкретно тех местах, где я скажу, и так, как я скажу, то эффект от этого будет. У меня была квартира на первом этаже, в Новогиреево, очень долго продавалась, и я ее продал именно по расклейке. Более того, тот, кто ее купил, ему надо было свою продать, то есть у него получилось две сделки с расклейки. В чем ее сути эффективности? Все говорят, все есть в интернете, но расклейка, она работает на тех, кто планировал решить свой вопрос, купить, продать и так далее. Но у него было как-то отложено. Он думал, потом, 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 а тут он увидел объект, все, и у него это желание загорелось, он решил решать вопрос 10 часов благодаря вот этой расклейке. Вы говорите, вот я знаю, что я продал по расклейке, как это определить, что вы знаете, у вас там везде разные телефоны? Да, под расклейку у меня идет отдельный номер, и я понимаю, что именно этот клиент звонит по расклейке. Просто вы вроде бы говорите о каких-то таких нюансах, недорого, да, купить симку времени, я просто для себя это знаю, помимо времени, есть куча вот этих дополнительных вещей, которые должен сделать, у вас они просто отработаны. Это вопрос, опять же, себестоимости, времени и так далее, и так далее. Вы несколько раз упоминали слово район, район, район. Я знаю, что есть такая категория агентов, которые специализируются и, похоже, вы к ней относитесь. Что это дает вот эта специализация? Специализация клиенту дает следующее, в частности, продавцу. Агент, который специализируется по району, он понимает специфику застройки, он понимает цены образования на текущий момент, это очень важно, потому что бывают случаи, когда агенты после длительного прерыва, после декрета или после отпуска длительного возвращаются в работу, а рынок уже другой. Поэтому постоянно работа в одном районе дает преимущество в том плане, что агент понимает, насколько квартира сейчас находится в рынке или какие варианты есть. Поэтому вот эти все моменты, они помогают в продаже объекта. На самом деле у меня была история тоже, когда я еще на рынке недвижимости не работал, был такой Алексей, почему был, он есть, Алексей Дубровский, и он сейчас не занимается рельефторской деятельностью, но начинал он с этого, и он специализировался, насколько я знаю, по шести домам в пересечении Мичуринского и Ломновского проспекта, такие сталинские дома, и там соседи, когда им нужно было что-то продать, они просто познакомились и говорили, позвони Леше, потому что вот про эти шесть домов он знал все. Вот есть у вас такие обращения, когда говорят там, позвоните Александру, вот он вам сделает. Вот такие клиенты вообще, в каком объеме, это какая доля? По рекомендации обращаются очень часто, по моим расчетам это примерно 70%, это достаточно низкая доля, потому что, как правило, у риелторов всех, у них 90-100% рекомендации, это связано с тем, что они не занимаются так называемым активным поиском, вот так как я все-таки этим занимаюсь, поэтому у меня доля клиентов по рекомендации 70%, остальные по активному поиску. Что касаемо специализации, я когда рассматривал район Первого Новогиреева, честно скажу, я сначала взял больший кусок, я взял Реутов, Новокосино, Вишники, район Ивановское, но я понял, что я чисто физически не потяну, меня это размоет, и поэтому я выбрал все-таки два района, чтобы конкретно на них специализироваться, я был в каждом подъезде дома, вот, и... Прямо в каждом? В каждом. Я в свое время делал расклейку, поэтому был в каждом подъезде дома, что удивительно, я там, например, знаю, стоит дом у метро девятиэтажка, я знаю, что первый, второй там примерно вонючий подъезд, а третий, четвертый нормально там жить можно, вот, знаю, сколько домов, сколько подъездов, то есть в свое время я систематически отнесся к подготовке, теперь у меня есть своя некая вот база. На самом деле, то, что вы сказали про запах, я только хотел у вас спросить, потому что у меня тоже была практика, когда я выбирал себе квартиру и посмотрел какую-то там квартиру, я смотрю, она в том районе, где мне нужно было, в такой вот узкой локации, там буквально на один квартал от того дома, который я до этого смотрел, я говорю, слушай, я хочу посмотреть, там вот типа дешевле, и мне сразу агент сказал, слушай, ну, там напротив наркодиспансер, ты хочешь, чтобы у тебя там шприцы вокруг были, я сказал, так все, я даже смотреть не еду. Замечательно, что есть такие агенты, но для меня, как для меня там нет просто, я много знаю агентов, застройщиков, мне проще выбрать, а для человека, у которых нет таких знакомых, как ему выбрать агентство, агента, на что ориентироваться, какие вопросы задавать, еще что-то делать. Ну, в первую очередь, как правило, большинство выбирает по рекомендации, все-таки, хотя рекомендации, на самом деле, это не панацея, у меня за последние два месяца было три рекомендации, когда ко мне пришли люди, которые ранее работали с агентом по рекомендации, и достаточно странные условия им предлагались, покупки, достаточно рискованные, агент им ничего не объяснял, не рассказывал, не показывал по документам, и более того, когда люди уже решили хоть какую-то информацию об этом агенте узнать, они забивали в сети, в интернете, ничего не было, они не понимали, где он работает, где он работал раньше, чем он занимался, потому что сейчас может себя агентом назвать любой каждый, нет порога входа в профессию, и на самом деле, это проблема, поэтому, как минимум, должна быть какая-то рекомендация, если рекомендации нет, то надо посмотреть в сети информацию, риелторские форумы есть, отзывы посмотреть, есть на рекламных площадках, сейчас блоги, то есть хоть какая-то информация и называют информационный след в сети, от риелтора должен быть, и тогда будет понятно, работает ли он 25 лет на рынке или он об этом только написал. Ну, раз уж вы про это упомянули, я тогда вам задам провокационный вопрос, вот недавно появился так называемый рейтинг Сбердом Клик, как вы к нему относитесь? Я к нему отношусь положительно, в том плане, что он показывает реальную статистику сделок, потому что очень часто мы видим, например, одна какая-то достаточно крупная компания говорит, у меня 40% рынка, другая у меня 50%, а вот этот рейтинг агентств, он косвенно, но все-таки показывает реальную долю рынка, агентства на рынке, потому что примерно у всех одинаково проходит количество сделок с тем же Сбером, потому что мы работаем с теми же людьми, да, у кого там свои банки, но чаще всего примерная пропорция остается та же, поэтому этот рейтинг, он полезен и для участников рынка, и для, соответственно, потребителей. Я общался с Сбером на эту тему, с их представителями, и поскольку есть, вот если мы говорим о сделках, есть как минимум две категории сделок, это сделки от собственника и сделки на покупку, вот чем полезен в этой области, я имею в виду, для покупателя, чем полезен агент, особенно районный? Если мы говорим про покупку, то в первую очередь агент, знающий район, он может подобрать клиенту наилучший вариант по соотношению цена-качество. Это не значит самый дешевый, потому что клиенту главное, чтобы ему жить было комфортно и чтобы были решены его потребности. Поэтому для агента важно подобрать такую квартиру. Чем отличается, например, поиск агента от самого покупателя? Да, покупатель говорит, да, я вижу все объекты на рынке, да, в первую очередь агент может их заранее все прозвонить, он уже может про них знать, он уже может сказать покупателю, не теряй время, не смотри их, ты этот объект не купишь. Там есть, например, риски по документам или нереальные ситуации. Допустим, продавец продает хорошую квартиру, двухкомнатную, по хорошей цене, мне покупатель говорит, а почему нет? Я говорю, у него альтернатива, он ищет себе трехкомнатную квартиру без доплаты. Он говорит, я хочу в таком же доме купить трехкомнатную без доплаты, может мне повезет. Все, этот вариант нереальный, можно внести за него аванс, но так в итоге его и не купить. Поэтому для этого агенты нужны. Часто агенты называют в качестве, скажем так, дополнительной, не знаю, весомости своей услуги, то, что мы умеем торговаться. Но не секрет, что многие люди, особенно имеющие отношение к какому-то бизнесу, в общем-то, торгуются тоже неплохо. А вот в чем, скажем так, фишка вот этого процесса, когда его осуществляет агент? Во-первых, агент может нащупать реальную цену торга, которую готов дать продавец. А второй момент, при торге главное не проторговаться. Что это значит? Это значит то, что пока вы будете торговаться, кто-то другой предложит меньше торга или купит за эту же цену. Поэтому здесь агент должен дать рекомендацию по покупке по реальной рыночной цене. У меня было несколько сделок, когда, чтобы купить квартиру, мы давали на 100, на 200 тысяч больше. И это приводило к тому, что мы не теряли объекты и покупали его. Поэтому это тоже торг, но в обратную сторону. При этом клиент остался с квартирой. Опять же, из моего личного опыта первую квартиру, которую я покупал, я пришел смотреть вечером. До меня три человека посмотрели. Я пришел с очень профессиональным агентом. И, скажем так, когда мы вышли, он мне просто сказал сразу, ты ничего не говори, ты посмотри, желательно никаких эмоций не проявлять, потом мы в коридоре все обсудим. Мы вышли в коридор, он говорит, ну что, мне нравится. Он спрашивал, в процессе я же слышал, и он в процессе спросил, а вот, что нужно? Говорит, ну вот мы подумаем, у нас еще три человека, мы ждем от них ответа. И я, естественно, с сомнением своему агенту говорю, слушай, ну там же ждут ответа. Он говорит, сейчас. Он вернулся через какое-то время, я не заходил обратно, я постоянно на личной площадке. Мы в цене не поднимались, мы просто сказали, а мы задаток готовы дать сразу. Действительно, у меня были с собой, по-моему, там 30 тысяч рублей, их тут же вынул, мы подписали договор, и все, как бы, благодаря просто усилиям агента. А по поводу хитрости, я зато открою хитрость, недавно просто видел одну, как это, переписку агента с клиентом в WhatsApp, и там как раз был вопрос по поводу того, что я умею сама торговаться. Агент сказал очень просто, ну да, конечно, вопрос же не в торговле, вопрос в том, как вы правильно сказали, мы можем выяснить мотивацию продавца, когда мы приходим с покупателем, и тогда мы понимаем, будет он торговаться или нет. Вот о таких фишках идет речь. Мотивация действительно достаточно важна, и порой даже сами продавцы, вот в частности, без агентов чаще всего, они говорят, что вот мне срочно, мне надо, и тем самым раскрывают свои карты, возвращаясь к тому, для чего нужен агент продавцу, он эмоционально не дает участвовать продавцу в торге, потому что продавец иногда готов там скинуть и 500, и миллион бывали случаи, и ты его немножко успокаиваешь, ведешь переговоры, и торга никакого не даешь. Поэтому с покупателями то же самое, здесь главное вовремя понять, какая мотивация, понять, что есть другие желающие, реальные, потому что бывает, так говорят, у нас там еще 5 показов, 5 просмотров, у нас там толпа, очередь, а в итоге ты с клиентом своим садишься в засаду, две недели ждешь, а потом покупаешь дешевле на 200-300 тысяч. Понятно, а что еще, если говорить о фишках, о каких-то приемах, что является вашей личной фишкой? Вот если брать продажу объекта, например, то, соответственно, я, зная свой район, понимаю, что, допустим, улица 2-я Владимирская, она более, так скажем, интересна покупателям, чем Металлургов, например. Вот есть дом, стоит на пересечении Металлургов 2-й Владимирской, он называется Металлургов 8-20. Достаточно поменять название в объявлении на 2-я Владимирская, 20-8, то же самое Кусковская, 37-60, Кусковская для многих это понятие, что-то где-то там далеко, где станция, на 2-я Владимирская 60-57, и мы получаем совсем другое количество звонков. Вот, это раз. Вторая фишка на показах, допустим, я продавал Сталинку на Перовской, 5-й пятиэтажного, достаточно высоко, и люди, поднимаясь уже, находясь на 5-м этаже, я понял, что они не купят, они запахавшиеся. Я просто этот подъем разбил на две части. Мы поднимались до 3-го этажа, я им говорил, вот смотрите, вот в окошко, вот здесь детский сад, вот здесь вот магазин, вот здесь вот школа. Минута проходила, мы поднимались до 5-го этажа, и никакой одышки у людей уже не было. Это совсем две разные вещи. Примерно такие фишки. Ну, на самом деле, кто-то, может быть, вас обвинит в том, что это такие приемы не совсем корректные, но если говорить, что вы защищали интересы собственника, продавца, а не вот этих вот клиентов, которые пришли на просмотр, то вы как именно как агент выполнили там свою работу на хорошо как минимум, а возможно и на отлично. А вот лично вам, как удобнее работать, когда со стороны покупателя, если вы от собственника, есть агент или нет? По-разному. Бывает так, что покупатель ничего не спрашивает, он делает так, как ты ему говоришь. Говоришь, вот мы продаем квартиру, надо то-то, то-то, то-то. Приезжай тогда-то в банк, переносите документы, деньги саккумулируйте там-то, все. Хуже, когда покупатель без агента и пытается себя вести как агент. Это, конечно, проблема, потому что, по сути, ты начинаешь обучать риелторской деятельности, делаешь двойную работу. При этом, естественно, это нужно делать, чтобы продать квартиру. Поэтому от таких покупателя мы не отказываемся. Агент, в свою очередь, тоже может доставлять неудобства. Если они поделают, пожалуйста, если, конечно, они не соответствуют практике рынка или нормам закона, здесь уже, конечно, сложнее. Часто попадаются такие агенты, которые не соответствуют квалификации и званию агента? Достаточно часто. При этом они, как правило, не создают трудности. В силу своего непонимания того, что происходит, ты им рассказываешь, как должно быть. По сути, как покупателю. Они говорят, да, хорошо, где-то что-то слышали, какие-то фразы, там, альтернатива, ячейка, под выписку, все. То есть, им этих слов достаточно. Соответственно, они ведут себя так, как ты им скажешь. Бывает, конечно, создают неудобства, ну, это наша работа. Я знаю, что часто с клиентами ходят так называемые, там, друзья-юристы, которых просят, помоги мне, там, продать или купить. Вот, они создают какую-то существенную сложность в работе? Создают трудности, конечно, потому что юристы, они более, скажем так, въедливые, наверное, и, ну, как сказать, наша работа, она все-таки, это момент договоренности, да, юристы, они пытаются прям поставить все так вот, чтобы было настолько четко, что очень сложно с ними вести какие-то переговоры. Поэтому... Я знаю, что часто юристы, которые не понимают ничего именно вот в деятельности, связанные с риэлторской, или там, с недвижимостью, просто, не знаю, там, где-то сидит юристом в какой-нибудь торговой закупочной компании, его просто вот пригласили, и они вот вообще ничего не понимают. Так вот, такие факты есть? Такие факты есть, это на самом деле самый тяжелый случай, это когда юрист, не жилищник, это раз, и второе, этот же юрист, который подключился не на этапе подписания аванса в соглашении, а где-нибудь в середине, или еще хуже в конце, когда вот вы все собрались, вы все обсудили, не жилищник. Здесь, соответственно, сделка может затянуться на 5-7 часов, потому что все, что было пройдено за 2-3 недели, вся подготовка, ее нужно сейчас согласовывать с новым человеком, у которого свое видение на сделку. То есть, фактически, под угрозу становится, что сделка будет развалена вот этим новым человеком? Да, приходится идти на, приходится идти на какие-то компромиссы, связанные со сделкой. Ну, естественно, все компромиссы, они имеют место быть при условии, что они не несут риску твоему клиенту. Я говорю, что я готов все, что угодно сделать, лишь бы это было без риска для вас. Взять любую справку, документ, даже самый нелепый, не знаю, там, например, была приватизация, просит согласия супруга. Пожалуйста, мы сделаем. Хотя это не обязательно. Это не обязательно, это безвозмездная сделка, тем не менее, бывает, просят, если риска нет, за ваш счет, пожалуйста, мы все сделаем. Мы говорили про рейтинг, про отзывы, вот если я, условно говоря, зашел в интернет и нашел там, опять же, условно, 10 компаний, почему я должен выбрать вас там или почему какую-то другую компанию, как мне тоже среди, ну, если предположим, равные уже условия, то есть вот весь шлак, что называется, я отбросил, остались только компании с хорошими отзывами, с хорошими рейтингами. Я бы ориентировался в первую очередь на локальных каких-то игроков, кто работает давно на рынке, на местном, вот, и обращался бы к ним при прочих равных, опять же, если я вижу, что там и там хорошие отзывы, то лучше обратиться к местному агенту, который поможет в решении. Он лучше знает рынок, он всегда доступен, он мобилен, он всегда может показать квартиру, если, например, там никто не живет, ключи всегда на руках, это очень важно. Я иногда вижу маркетинговые планы там из 25 пунктов и так далее, но самый для меня важный пункт это всегда показывать квартиру. То есть всегда, в смысле, 24 на 7? Ну, не так, что 24 на 7, ну, как минимум в день звонка, потому что бывает так, что звонишь в понедельник, хочу посмотреть, мне контрагент говорит, я буду показывать в субботу, вот всех соберу на субботу, потом мне в 5 звонит, ну, вы готовы? Я говорю, мы в понедельник уже выбрали, завансировали. Все, поэтому это тоже очень важно, всегда организовывать, показывать, всегда показывать. Причем всем, кто-то из агентов говорит, что вот у него неодобрена ипотека, а вот он еще свою не продал, а вот он еще думает, какой район, а вот он еще просто прозванивает, надо всем показывать. Я никогда не угадаю, что человек без ипотеки, его можно одобрить, человек со своей квартирой не продан, ему можно помочь продать. Поэтому здесь нужно цепляться за любого покупателя. Вы говорили как раз про районную специализацию, я, кстати, нашим зрителям скажу, если вы хотите посмотреть отдельное видео, отдельный интервью с Александром на тему районов Новогиреева и Перова, ну, и прилегающих, конечно, к ним, то можете посмотреть вот здесь по ссылке, ну, или в описании. Если говорить именно о каких-то качествах ваших, которые вообще позволили вам в этой профессии там прийти, оставаться здесь успешно, потому что я, например, не смог работать агентом, вот что помогает и вам, и, соответственно, вашим клиентам совершать сделки успешно? Ну, во-первых, это умение договариваться, потому что все-таки это профессия компромиссов, наверное, и сейчас идет технологический прогресс, и мы видим, например, банки создают какие-то общие чаты, создаются в WhatsApp общие чаты, эти общие чаты очень часто разваливают сделку, потому что кто-то написал, что он меняет условия, а другой человек неправильно понял и так далее, и могут происходить такие вещи, как развал сделки, поэтому агент это всегда, скажем так, медиатор, который может найти общий компромисс и так далее, во-вторых, это терпение, да, это риелтор, это профессия все-таки в долгую, если в нее заходить, как я считаю, то заходить уже на совсем, потому что лет 7-8 уйдет только на то, чтобы обрасти своей клиентской базой, знаниями, навыками и так далее, вот, что еще? Стрессоустойчивость, наверное, тоже очень важна, да, потому что бывает в тяжелых ситуациях надо сдержать себя, не сконфликтовать, а найти какое-то решение. Я однажды видел доклад на конференции, который назывался «Это не кризис, это реал эстейт». Имелось в виду, что когда начались, ну, скажем так, первые колебания цен в 2008 году, в 2014, до этого, можно сказать, агенты российские, агенты жили достаточно плохо, достаточно хорошо, в том смысле, что даже без опыта это мог выставить какую-то цену, потом цена через 2-3 месяца до нее дорастала и все равно объект уходил. А потом вот эти начались колебания, в том числе и снижение цен. Вот вам лично, да, и вот это как раз докладчик называл настоящим реал эстейтом, потому что во всем мире ровно так, там, где нет дефицита жилья после там советских времен и так далее, и так далее. Вот вам лично в каком рынке проще работать? В растущем, как вот сейчас растет цена или наоборот снижающемся? Вообще есть разница? Без разницы. Это может быть растущий рынок, это может быть падающий рынок. Главное, чтобы это не был стагнирующий рынок. Под этим словом я понимаю то, что разница в понимании между покупателем и продавцом составляет больше 5-10%. Вот когда рынок растет, сейчас он растущий, да, цены растут, но при этом покупатели берут. Бывает, когда рынок падает, да, но покупатели тоже, продавцы тоже продают. Вот ситуация, когда продавцы считают, что цены выше, а покупатель считает, что они ниже, это стагнирующий рынок, но просто нет сделок. Когда нет сделок, у агентства нет дохода. Поэтому, в принципе, нам как агентам без разницы, рынок растет или падает, Главное, чтобы восприятие цен между покупателем и продавцами не было огромным. Понятно, спасибо. Я желаю вам в любом случае хорошего рынка, не стагнирующего, а нашим зрителям, как вы слышали. Важно, чтобы терпение, потому что сделка не простая, а спокойствие. Ну и, конечно же, выбирайте себе агентов, таких, которые, так же как Александр, по крайней мере, могут внятно ответить на те вопросы, которые вы задаете. Ну и желаю вам безусловно добра и берегите своих близких, себя, свой дом и свой бизнес. Пока.